Пенсионная реформа – главная тема Всероссийской конференции партии «Справедливая Россия за правду». Председатель Рязанского регионального отделения Григорий Парсентьев заявил, что реформа не выдержала проверку временем. Бюджет от реформы по факту почти ничего не получил. Дотации пенсионного фонда как были из госказны, так они и на данный момент осуществляются. Повышение пенсионного возраста привело к разрушению и поколенческих связей. Невозможность получения граждан старшего поколения работать, потому что работающие пенсионеры вообще выведены из системы фактически. Более того, как отметили «Справедливая Россия», в реальном выражении пенсии в первой половине года неуклонно сокращались. А та индексация пенсии, которая проводится сейчас, совершенно никак не зависит от реальной инфляции. Мы прекрасно все с вами понимаем, что наши папы, мамы, бабушки и дедушки основную трату бюджета осуществляют не на одежду и на питание, а основная трата у них – это медикаментозное обеспечение. Лекарства строят у каких-то уже космических денег и с каждым днем они поднимаются в цене. Все заявления о том, что ведется мониторинг, веден контроль цен на обязательное лекарство – все это большая фикция. Главный выход из ситуации, по мнению «Справедливая Россия», изменить федеральное законодательство. Партийцы уже внесли массу предложений. Наши требования очень простые. Отменить пенсионную реформу в том виде, в котором она была проведена, вернуть пенсионный возраст 55 для женщин и 60 для мужчин, как это было, ликвидировать пенсионный фонд как инструмент работы с пенсионерами, потому что это та фактически организационная прокладка, которая на себя забирает ресурсы в миллиардах рублей в объемах страны и эффективности работы по большому счету нет. Прямо во время конференции «Справедливая Россия» предложили удвоить пенсии, чтобы в среднем выходило больше 30 тысяч рублей, а также проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. В условиях пандемии пенсионерам сейчас приходится вдвойне непросто. Мы и так выживаем на грани, скажем, баланса нашего государства. У нас уже там 140, возможно, даже еще меньше миллионов. Репродуктивная способность у страны падает, поскольку мы с вами взрослые люди, которые работаем, в принципе не понимаем, что у нас будет завтра. Количество рождаемых детей из-за этого падает. Взрослое население вымирает. Какой-либо внятной политики по улучшению демографии нет. То есть, вот это все связано в один процесс. «Справедливая Россия» отметили увеличение смертности. В России настоящий демографический кризис. Так что самое время обратить внимание на пенсионеров, самую беззащитную прослойку населения. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».